В 2015 году поддержка оленеводства увеличится на 60%. Эти данные были озвучены в ходе конференции «Устойчивое развитие оленеводства в Арктике. Традиции и инновации». На Ринмаре собрались эксперты отрасли, руководители хозяйств, общественные деятели, представители научных организаций из Тюмени, Салихарда, Мурманска и других городов. Инициатором встречи стал Игорь Кошин. Поголовье оленей в Ненецком округе превышает 180 тысяч особей. Это 11% общероссийской численности оленево стада. Перспективы развития отрасли напрямую зависят от инфраструктурного развития и поддержки государства. На конференции специалисты рассмотрели проблемы оленеводства в комплексе. Один из главных вопросов – состояние традиционного образа жизни малочисленных народов и поддержка коренных жителей тундры. По словам вице-президента Союза оленеводов России, оленевод должен чувствовать доход и свое место на рынке. Сегодня средняя зарплата пастуха не превышает 17 тысяч рублей. Выработана общая позиция по большинству важных вопросов. Это тоже очень важно. И самое главное, что аудитория сегодня рассмотрела те вопросы, которые обсуждаются в Государственной Думе, в законе о государственной поддержке коренных малочисленных народов севера, ведущих кочевой образ жизни. В последние годы изменяется и форма организации труда бригад при стадном содержании оленей. Широко пропагандируется и внедряется в производство сменно-звеневая форма организации, при которой постоянная бригада выпасает и охраняет стадо сменными звеньями. А все неработающие члены семей и свободные от работы пастухи живут в постоянных посёлках. Своим опытом поделились эксперты Ямала. Поголовье ямальских оленей составляет почти половину всего поголовья России. Возродить традиционную систему кочевания посоветовал доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков. Соседний регион сразу отказался от смены звеневой системы выпаса оленей, потому что заметили, какой большой урон нанесла она Ненецкому округу. Ямал в числе лидеров по переработке идёт. У нас уже где-то семь убойных пунктов, причём они сделаны по евростандартам. Поэтому у нас в этом отношении уже продуктивность оленеводства именно в денежном выражении выше находится. Хотя здесь ещё работать и работать. У нас, к сожалению, на Ямале проблемы с пальбищами. Очень сильные. У вас полегче, видимо, с пальбищами немножечко, чем у нас. Поэтому пальбища надо беречь вашим оленеводам обязательно. Соблюдать все маршруты, графики кочевания. Стараться не перегружать пальбища, не держать, не крутить долго оленя на одном месте. Ненецкая порода – один из четырёх видов северного оленя. Главная задача оленевода – обеспечить животных с балансированным кормом, укреплять их иммунитет и защищать от копытки – болезнь конечностей северного оленя. По-научному – некробактериоз. Он вызывается бактериями и поражает конечности животного. Олени перестают, значит, не могут ходить и потом ложатся, ну и со смерти, с летальным исходом. Ну вот, разработаны очень интересные методы профилактики и лечения с этой болезнью. Ну, я думаю, что на следующий год нам удастся внедрить этот комплекс мероприятий на оленеводческих штатах. Северный олень – это не только экологически чистое мясо, это ещё и меховое, кожевиное и эндокринное сырьё. Однако сегодня из всего вторичного сырья используется только 25%. Например, панты, не окостеневшие рога, широко используются в фармакологии. Владислав Песков, вице-президент Ассоциации ЕСАВЭ, рассказал о том, как можно применять инновационные технологии в традиционной отрасли. Мы не выбрасываем оленей шкуры, мы не хотим, чтобы их выбрасывали, мы хотим, чтобы их использовали. И они применялись у нас в хозяйстве. И появился такой рынок оленей шкуры, который очень сильно развит в Скандинавии. Мониторим задвижение оленей стады. Мы уже за два года вместе с СПК ХАРП наработали очень интересные материалы. И при помощи специальных ошейников, ну, грубо говоря, сотового телефона для оленей, мы получили данные о том, как они движутся в течение года. И сейчас эти данные будут обработаны. Мы посмотрим, и посмотрим, как можно их применить для улучшения и внедрения инноваций в оленеводство. Особенность оленеводства в России по сравнению с другими странами – разнообразие его форм и методов. Олени в нашей стране пасутся на территории площадью более 3 миллионов квадратных километров. В тундре, лесотундре, тайге и горных областях. Для поддержания и сохранения отрасли сегодня необходимы не только соответствующие территории и поддержание их экологических условий. В значительной степени этому будет способствовать хорошо проработанная законодательная база. Надежда Литкова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север.